Духовой оркестр Югры, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Сверидов подготовили программу к 70-летию Великой Победы. Победы в Великой Отечественной войне. В первом отделении концерта прозвучит 9 симфония Дмитрия Шестаковича. Она была написана в 1945 году и, по словам самого композитора, стала вздохом облегчения после мрачного лихолетия с надеждой на будущее. Если проанализировать все симфоническое творчество композитора, то 9 симфонию можно охарактеризовать как небольшой по времени звучания музыкальный ребус. Уважаемые зрители, предлагаем вам попробовать расшифровать этот ребус, написанный гениальным советским композитором 20 века. Дмитрий Шестакович, симфония номер 9, ми-бемоль-мажор. Исполняет Духовой оркестр Югры, дирижер Сергей Сверидов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 . . . . . . . . . Уважаемые зрители, в «Антракте» у нас появилась возможность пообщаться с художественным руководителем и главным дирижером Духового оркестра и игры Сергеем Свиридовым. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Программа концерта, которую вы сегодня представили, имеет следующее название «На страже мира». Скажите, почему вы выбрали такое название? Сначала родилось название как «На страже Родины», но я всегда считал, что русский народ, российский воин вообще всегда был на страже мира. Это было испокон веков. Наши русские воины защищали не только нашу землю, но и земли соседние, и наших друзей, братьев и так далее. И Вторая мировая война послужила ярким примером этому, когда освобождали Европу от фашистов. И я считаю, что этим названием я попал в точку, осветив то событие, которое произошло 70-70 с лишним лет назад, когда случилась Вторая мировая Великая Отечественная война. Ну, вот таким образом. Сегодня вы исполняли Девятую симфонию Дмитрия Шестаковича. Премьера, понятно, состоялась в 1945 году. А вот именно в таком варианте и духовом? Ну, во-первых, точно знаю, что в России никто не играл такой вариант. Потом могу с уверенностью сказать, что на югорской земле Девятая Шестаковича прозвучала вообще впервые. Она не исполнялась и в оригинальном варианте, как это написано для симфонического оркестра. Но в России точно это не игралось. А партитура эта сделана, по-моему, в Соединенных Штатах Америки. И, возможно, там местные концертные крупные духовые оркестра играли это дело. То есть вы хотите сказать, что сегодня была всероссийская премьера? Я считаю, что сегодня была очередная всероссийская премьера у нашего коллектива. Недавно это была Шахереза Дремского-Корска, сегодня это Шестакович Девятая симфония. Спасибо вам большое. Готовьтесь ко второму отделению. Спасибо. Во втором отделении концерта на Страже Мира прозвучат песни военных лет. В исполнении ведущих солистов Югры Ирины Поспеловой, Максима Сударева, а также ансамбля русской песни «Млада». Весна 45-го года, Так ждал тебя Синий Дунай, Народом Европы свободу Принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной Собрался народ старым лад. На старой израненной битвах гармонии Вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Вик, ревенце, в русском пальце сновь в года, Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело Солдатский вальс этот звучал, И Вена кружилась и пела, Как будто сам штраус играл. А парень с улыбкой счастлива И гармонь свою к сердцу брежал, Как будто он волжские видел разливы, Как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Вик, ревенце, в русском пальце сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной Плывая с полом грез и огня, Звучал он то нежно, то страстно, И всех обвиняла весна. Весна сорок пятого года, Как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, Свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Вик, ревенце, в русском пальце сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот цветущий и поющий яркий май. Вик, ревенце, в русском пальце сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. Альпы и Дунай ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Верный подруг продамы. Отчего у нас в поселке у девчат перепало? Кто их поднял с базарана, кто их так встревожить мог? На побывку едет молодой моряк, Крути вот, летая, плетым ягодом. За рекой над Касагором стали девушки гурьбой, Здрасте, сказали хором, Черноморский наш герой. Каждой руку жмет он и глядит в глаза, А одна смеется. Полегоньку отдыхает у родителей дому, Гором девушки вздыхаю, Мы не нравимся ему. Ни при чем наряды, Ни при чем фасон, Ни в одну девчонку не влюбился. Ходит, шутит, он со всеми Откровенно говорит, Как проснусь в тот чаше море, У меня в ушах шумит. Где под солнцем и удаши безгрежная Ждет меня подруга нежная. Нежная Ждет меня подруга нежная Ждет меня Ждет меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выходил на берег Катюха На высокий берег на кругу Аплодисменты Аплодисменты От героев былых времен Не осталось порой имен Аплодисменты И глаза молодых солдат С фотографий И убедших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни спутить, ни смерть Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть И стуки спернуть Нет в России семьи такой Где мне памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий убедших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть И с пути свернуть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо. 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 Спасибо.